Всем привет, уважаемые друзья! Очередное видео для вас. Стараюсь подбирать полезные статьи, интересные. Ну и естественно, чтобы они приносили еще и пользу, и было вам удобно слушать. В статье в журнале номер 62, 1962 номер 7, небольшая статечка, называется «Бой райов». Что интересно, так назвали статейку. Летом прошлого года в 11 часов утра на моей пасеке вышел рой и привился на ветке дерева в трех метрах от земли. Поднял приготовленную раевню на жерди к раю, я ударил по суку. Пчелы при этом частично попали в раевню, а часть их упала на землю и поднялась в воздух. В то время, пока я собирал этот рой, с другого уля вышел второй и сразу же устремился в мою сторону. Между пчелами обоих раев начал с собой, который длился 15-20 минут. Итог был плачевный. Около половины пчел в том и другом рои погибло. Остальные вернулись в свои гнезда. За 16 лет работы с пчелами я не видел ничего подобного. Ну, вот такая вот информация, может, у кого-то случалось такое подобное. Вот. Ну, бывает такое, когда раи избирают гнездо, и одна семья разведчица и другие разведчицы, они отбивают это гнездо. Такое бывает. Но так, чтобы там еще никакого гнезда не было, они дрались между собой. Это вообще интересный случай. Ну, и еще одна статейка. Позднее спаривание матки. Тоже небольшая. В конце августа прошлого года одной из семьи пчел, упорно не принимавшей молодую матку, я привил 4 личинки в натуральные мисочки. То есть, там уже мисочки были в запасе, и он туда личиночки только положил. Личинки семья приняла и отстроила хорошие маточники. Надо знать, какие личинки. Двухдневные личинки или однодневные. Вот. Читаем дальше. После того, как маточники созрели, я вырезал их, а семья дала плодную запасную матку, которую она теперь приняла. На один маточник я сформировал отводок. Молодая матка вышла 12 сентября. 18 сентября был тихий, теплый день. Из семей с поздней сменой маток вылетали трудни. До конца месяца было еще несколько теплых дней. Спарилась ли молодая матка или нет, узнать как так и не удалось, так как к яйцекладке она не приступила. Но я все же решил оставить ее в зиму. Весной этого года обнаружилось, что она плодная, и нуклеус хорошо развивается. Этот случай говорит о том, что в условиях северной части Донбасса во второй половине сентября спаривание матки с трутнями вполне возможно. Донецкая область, Артемовский район, село Никифоровка. Вот это для тех, кто живет в Донецкой области, такая информация. Обратите внимание, полезная информация, так чтобы вы не переживали, возможно у вас будет все хорошо. Есть тут такие вопросы, сейчас зачитаю. Поступили вопросы и ответ. Если оплодотворенные яйца из пчелиных ячеек осторожно перенести в трутневые, то разовьются ли из них пчелы увеличенного размера? Ответ. Если яйцо попадает в ячейку несоответствующую его полу, оплодотворенное в трутневую или наоборот, то, как правило, пчелы выкидывают развивающиеся из них личинок. То есть этим объясняется решетчатый или сетчатый пчелиный расплод, который часто бывает в гнездах со старыми матками или плохо оплодотворенными. Однако искусственным путем можно заставить пчел вырастить особь в несвойственной для нее ячейке. Например, если из гнезда семьи отобрать весь расплод и матку, то пчелы станут выращивать тех личинок, которых ей дали, в том числе и пчелиных, перенесенных в трутневые ячейки. Как показали опыты, в этом случае выводятся более крупные пчелы. Большего размера пчелы выводятся и в пчелиных ячейках, диаметр которых увеличен с 5,45 до 5,65 мм. Вощина с такими увеличенными ячейками в то время изготовлялась с башкирской контроллой пчеловодства для пасек своей республики. Следующий вопрос. Стрекозы, хищники, пчел? Если да, то как с ними бороться? Можно ли водоем, где размножаются стрекозы, залить отходами нефти? Ну, конечно, вопрос правильный за стрекоз, но чтобы водоемы заливать отходами нефти, это не совсем мудро высказанная тема. Ответ. Взрослые стрекозы, хищники, питаются они комарами, мухами, москитами и другими вредными насекомыми, принося тем самым большую пользу. В годы сильного размножения, особенно крупные виды стрекоз, например, стрекоза коромысла, могут нападать и на пчел. Однако это бывает редко, поэтому обрабатывать водоемы минеральными маслами и ядохомикатами не рекомендуется. При массовом налете стрекоз на пасеки их следует отпугивать ружейными выстрелами. Надо избегать размещения пасек вблизи заболоченных мест. Ну, вот такой ответ, не вполне, так сказать, корректный, потому что в других журналах показано, что стрекозы хорошо кушают пчел. Следующий вопрос. Долго ли сохраняется яд в теле погибшей пчелы и можно ли использовать подмор для его получения? Ответ. Пчелиный яд в сухом виде может храниться годами, не теряя своих свойств. В водном растворе или сыром виде яд разрушается. Разрушение яда ускоряется, если в его растворе поселяются гнилостные бактерии. Следовательно, если погибшая пчела высохнет быстро, то яд в ее ядовитом пузырьке сохранится. Методика использования подмора для получения яда не разработана. Яд может быть извлечен из тела пчелы водой, 60% спиртом или слабым раствором муравьиной кислоты. Но при этом извлекаются и многие другие вещества, которые его загрязняют. Надежных методов очистки яда нет. Получить чистый яд от живых пчел значительно легче. Вопрос. Какого происхождения слова «нектар»? Ответ. Нектар – греческое слово «нектор». По верованию древних греков, «нектор» – напиток богов, дарующий бессмертие. Вопрос. Как определить доброкачественность пчелинного меда, покупая его на рынке? Ответ. Доброкачественность пчелинного меда определить нелегко. Поэтому качество меда, поступающего на рынок, проверяется при помощи химических анализов в рыночных контрольных лабораториях, которые не допускают в продажу фальсифицированного меда. Следовательно, покупателю остается только выбрать мед по вкусу. Мед должен быть вязким, густым, а закристаллизовавшийся иметь однородную массу без сиропообразного слоя на поверхности. Вопрос. Можно ли считать, что качество всякого засахарившегося меда безукоризненно? Ответ. Нельзя. Кристаллизуются почти все меда, в том числе и низкосортные. По виду кристаллов, по однородности закристаллизовавшегося меда, можно судить только о его водности и зрелости. Вопрос. Если он находится в сухом помещении или герметически закрытой таре, в сыром помещении он поглощает влагу из воздуха и разжижается, что ведет к его закисанию. Вот такие ответы и вопросы. И еще один вопрос и ответ, и на этом будем заканчивать. Свежий мед через 2-3 месяца после откачивания закристаллизовывается. Почему же мед, продающийся в банках с закатанными крышками, не засахарится в течение нескольких лет? Но имеется в виду в магазинах. Ответ. На медобазах Центра Союза мед перед разливом банки расплавляется и очищается. По существу мед не плавится, а распускается, то есть растворяется в тех 18-20% воды, которых он содержит. В результате в нем совсем не остается зародышевых кристаллов. Жидкий мед разливается в стеклянные банки и герметически закупоривается. Из них вода не испаряется, поэтому мед значительно дольше, чем в открытой посуде, сохраняется незакристаллизованным. То есть, хочу добавить от себя, он доводится до температуры приблизительно 40 градусов и поэтому разжижается. Всякое, ну говорят 40-42 градуса не влияет. Но я считаю, и многие пчеловоды считают таким образом, что все равно теряется какой-то процент витаминов, до 50% где-то. Поэтому лучше всего покупать свежий мед или закристаллизованный у настоящих пчеловодов и тогда вы будете иметь успех. Магазинный мед можно брать и кушать при наличии того, что у вашей местности не существует в продаже. И вы не знаете покупателей, которые могут продать вам натуральный хороший мед. Итак, до встречи. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ждем ваших комментариев. Субтитры сделал DimaTorzok